салют парни закончилась у меня эпопея с этим карбюратором озон 2107 который мне заказал парень из менчугава буду скоро отправлять хочу рассказать что сделал я этому карбюратору и какой результат так сказать тюнинга начну с внешнего вида вот так сейчас выглядит карбюратор если вы посмотрите видео дефектовка карбюратора озон то вы увидите как раз его это он прибыл ко мне в том видео и таким вот после мойки чистки доработки я его буду отправлять как вы видите карбюратор озон 2107 начну с самого простого жиклеры которые здесь есть и топливные и воздушные родные по заводу холостой ход 50 по заводу переходная система на второй камере по заводу ничего не изменял эмульсионные трубки тоже по заводу немножко только сделал фасочку доработал очень по мелочи заменил новая мембрана на пусковом устройстве кроме того новая мембрана с французским полотном на ускорительном насосе также использовал прокладочку дополнительную для хорошего обжатия дальше заменил все прокладки которые здесь есть прокладка которая под крышкой вот в этом месте я ее погружал в воду чтобы она раскисла и выбрала здесь очень большая из-за выгнутой вытянутой вот здесь плоскости средней части к сожалению очень сильно был обтянут карбюратор и здесь потянуло поэтому пришлось такую штуку сделать чтобы карбюратор был герметичным также заменена была бутербродная прокладка и вместо родных бутербродных бумажных прокладочек в комплекте я их выбросил заменил на более толстенькие прокладочки нормального качества толщиной по 0 7 миллиметра также сделал доработку с винтами для того чтобы приподнять плоскость улучшить работу вакуумного привода алгоритм работы вакуумного привода сделал по так называемому методу микуни когда приоткрывается вторая камера на полном дросселе первой камеры вот здесь видите что в этом месте она немножечко приоткрывается обнажается там совсем немного как раз каналы переходной системой и будет хорошая небольшая прибавочка на полном дросселе обеспечит хорошую более лучшую мощность и больше крутящий момент на низах также как видите сделал на карбюраторе привод под тросик соликсовский первый раз жизни такое делал ну и для супер крепления еще здесь такую стальную проволочку использовал здесь есть хорошее место чтобы зацепиться крючком для натяга в общем нормально сделано регулировка количества и качества холостого хода строго по заводу как они заводы регулируют также заводская настройка 330 винта поплавок регулировал тоже в заводском режиме заменил внутри на новый с металлическим наконечником клапан в поплавковой камере также заменил фильтр топлива который здесь стоит в обеих камерах убрал в малых диффузорах убрал штифты для того чтобы смесь не портилась кроме того как вы уже наверняка заметили сделал тюнинг воздушной заслонки для того чтобы улучшить аэродинамику кинематика работы отличная пусковые зазоры заводские кинематика работает без проблем кроме того на ося дроссельных заслонок также тюнинг в виде более тонких осей кстати хочу немножко подсказать что в современных карбюраторах заметил то ли уже лазили сюда и меняли один винт был короче чем чем 2 эти винты должны быть длинными то ли завод экономит то ли кто-то перепутал заменил на старый советский винт тоже такой странный моментик был вторая камера здесь упорный винт был сильно вытянут и закоксован то отрегулировал больше я не будет клинить потому что клиент жаловался на то что не работает вторая камера на трассе больше 90 него не ехала вот еще вот заменил тягу открытую пускового устройства почистил здесь немножко были засорения совсем небольшие ну самым в целом конечно грязный был но засорение отложения тоже по убирал которые здесь были и в принципе это все и еще один очень 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 важный момент я заменил носик ускорительного насоса в народе называемый слониками или распылителем на нивовский 45 видите что он там медный или латунный этот носик направление струи бьет в тонкую щель при открытии первой камеры вот такими регулировками карбюратора зон будет работать на славу так что кому интересно можете просмотреть серию видео связанных с доработкой этого карбюратора каждый отдельный его сектор снимался отдельно ну и если вам интересны другие так немножко в более широком плане рассмотренные аспекты по аналогичным доработкам они раскрыты в серии видео о карбюраторе озон 2140 если вас интересует разное научного плана видеоролики о карбюраторе то можете на моем канале посмотреть разнообразного рода контент так сказать успехов вам в аналогичном тюнинге и всего доброго